МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Работа выполнена, только вот снег с дорог почему-то оказывается то на тротуарах, то на пешеходных переходах. Первая ласточка «Газпромнефть-Ноябрьснефтегаз» провел многостадийный ГРП на горизонте. Кто последний? В паспортном столе вновь выстроились очереди, как избежать бесполезной траты времени. Окружной фонд жилищного строительства начал заселять первый жилой дом в микрорайоне Ямальский. Напомню, в рамках программы переселения из районов Крайнего Севера в Тюмени строят 15 многоэтажек. Застройщик сдаст жилье с отделкой под ключ. Более того, в квартирах установят кухонные гарнитуры, электроплиты, сантехнику, а также проведут телевидение, телефон, интернет и пожарную сигнализацию. Завершить строительство микрорайона планируют уже весной этого года. Пока же в Тюмень приглашены первые переселенцы. Замдиректора фонда Елена Морозова рассказала, что среди счастливых новоселов 15 жителей Ноябрьска. До 3 февраля ключи от новых квартир получат 159 ямальских семей. Поскольку люди приезжают со всего округа, и чтобы это было рационально и не обременяло людей, мы предлагаем на месте там, заходя в конкретную распределенную квартиру, человеку ее осматривать, принимать ее по акту приема-передачи. Мы им вручаем ключи, они подписывают все необходимые документы, которые передаются в последующем в регистрационную палату. Процесс установки в многоквартирных домах общедомовых приборов учета идет не так быстро, как этого хотелось бы. Об этом на совете директоров рассказал руководитель управляющей компании «Крепость» Николай Шуневич. В свою очередь, ресурсоснабжающая организация старается минимизировать затраты. Приборы учета закупают непосредственно у завода-изготовителя. Еще одна тема, которую обсуждали руководители предприятий города – очистка дворов и дорог от снега. В частности, организациям, ответственным за это, напомнили, что по правилам благоустройства ноябрьска очистка внутридворовых территорий с помощью спецтехники должна производиться не реже одного раза в 10 дней. Есть замечания от жителей в части уборки от снега, расчистки дорог от снега наших поселков. Поэтому прошу обратить компании, задействованные в выполнении этой работы, обратить внимание на это. Будет организована проверка. Я еще раз обращаю внимание, что по решению главы работает оперативная группа, которая на подобные жалобы будет при необходимости выезжать на место. И буквально сегодня в нашу редакцию позвонили люди, которым пришлось переходить через дорогу по пешеходному переходу на Ленина в районе магазина «Славянский». Все дело в том, что дорожники, очищая проезжую часть от снега, сгребли его в кучу практически на пешеходном переходе. И людям как раз в час пик, чтобы обойти ее, приходилось передвигаться прямо по дороге. Причем звонившие в редакцию уверяют, что подобные неудобства коммунальщики создают чуть ли не по всему городу и чуть ли не каждый день. В январе на Вангапуровском месторождении первую нефть дала скважина 5306, на которой «Газпромнефть-Ноябрьснефтегаз» провел первый в своей истории многостадийный гидроразрыв пласта горизонтального участка на зарезке бокового ствола. Наша съемочная группа побывала на месте, где происходили знаковые события. На момент съемки эта скважина под номером 5306 не дала еще ни капли нефти, но руки операторов по капитальному ремонту, которые ее обустраивали, казалось, уже были в черном ямальском золоте. Вообще судьба скважины «Пионерки» могла сложиться совсем по-другому. Изначально обводненная, она вполне могла пополнить список законсервированных объектов, но зарезка бокового ствола, который нефтяники красиво называют «горизонтом», вернула скважину в строй. А многостадийный гидроразрыв – самый надежный способ повысить нефтеотдачу, навсегда вписал ее в историю предприятия. Ведь многостадийный ГРП на зарезке бокового ствола ноябрьские нефтяники проводили впервые. Данная технология в «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» применяется впервые. То есть раньше мы применяли данную аналогичную технологию многостадийных гидроразрывов пластов на новых скважинах. При зарезке боковых стволов данная технология применяется впервые. Всего гидроразрывов на этой скважине было два. Собственно, потому он и называется многостадийным. Первый, вот вы видите, схематично произведен на более удаленном участке бокового ствола. Второй – уже ближе к материнской скважине. При ГРП под землю закачали 40 тонн пропанта, говоря непрофессиональным языком, специального керамического песка, который как бы формирует образовавшиеся от гидроразрыва трещинки в нефтеносных пластах. Песок не дает им закрыться и одновременно увеличивает проводимость углеводородов. Повторюсь, это был первый многостадийный гидроразрыв на горизонтальном участке ЗБС. Повышать таким образом нефтеотдачу на новых горизонтальных скважинах «Ноябрьский нефтегаз» начал в 2012-м и за год успешно провел 17 многостадийных ГРП. Причем не обязательно, что на одной скважине два ГРП. Их может быть больше и на боковых стволах тоже. В ближайшее время рассматриваются вопросы увеличения объема данных видов работ в «Газпромнефть», «Ноябрьский нефтегаз», привлечения специалистов и подрядчиков, которые помогут расширить, скажем так, если мы на данной скважине применили два гидроразрыва, то данная технология может, аналогичная технология может позволить проводить от трех до четырех гидроразрывов в зависимости от протяженности горизонтального участка. Стоит отметить, что технология многостадийного ГРП сегодня одна из самых передовых в мире. Недавно ее начали применять в компании ТНК-БП. Но сложности местных условий и особенности в Ингапуровского месторождения заставили ноябрьских нефтяников подогнать этот метод под себя. Точнее, практически полностью переработать и разработать в соответствии с нашими условиями. И уж если первая ласточка оказалась успешной, значит метод будет использоваться в будущем. И многие законсервированные скважины, которые в прошлом считались безнадежными, еще будут давать нефть. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. И как стало известно сегодня, все работы на скважины под номером 5306 завершены. И она уже дает первую нефть. Скважину запустили по фонду 26 января с параметрами 60 тонн, при ожидаемые 30 тонн, превышение в два раза. С каждым днем процент воды уменьшается, дебет на данный момент более 80 тонн. В принципе, это первая ласточка, первая положительная ласточка. И такие работы мы будем продолжать в дальнейшем. Минимум в 2013 году будет проводиться 10 таких операций. Если эффект останется на таком же уровне, то это количество тратно возрастет. В «Газпромнефть» и «Ноябрьснефтегазе» продолжают внедрять в работу передовые современные технологии. Совсем недавно получила акт соответствия и начала работать на полную мощность автоматизированная система учета электроэнергии, что позволило нефтяникам сэкономить уже более 20 миллионов рублей. Все подробности далее. Внедрять в производство подобную систему пришлось поэтапно с 2010 по 2012 год. Ведь это огромный фронт работы и установка самого передового оборудования. Раньше специалисты компании с ноутбуком в руках вынуждены были лично приезжать на 224 точки учета расхода электроэнергии и вручную снимать показания, что занимало как минимум 2-3 дня. Теперь это все делает автоматизированная система в течение получаса. Большие плюсы этого времени. То, что раньше занимало очень много времени, пока соберем мы по всем точкам проедем эти данные. Сейчас это все автоматически и сразу напрямую предоставляется. Нету никаких человеческих факторов. Все автоматизировано сейчас в данный момент. Вот это самый большой плюс. Кроме времени, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии позволяет уже сейчас значительно снижать затраты. Раньше счет нефтяникам выставлялся по единому тарифу. Теперь специалисты ноябрьскнефтегаза составляют гибкий почасовой график расхода электроэнергии на двое суток вперед и применяют в своей работе многотарифы и планоплаты. Даже на розничном рынке позволяет у нас экономить за счет снижения тарифа. Мы осуществляем почасовое планирование нашего графика нагрузки на двое суток вперед. И это позволяет нам снизить тариф покупки электроэнергии. За 2012 год экономия составила около 23 миллионов рублей. Но и это еще не все. Совсем недавно автоматизированная система была проверена компетентной государственной комиссией и получила акт соответствия. А это, в свою очередь, позволяет ноябрьским нефтяникам уже в этом году выйти на оптовый общероссийский рынок энергоресурсов и покупать товар по самой оптимальной цене, что, естественно, еще более снизит затраты предприятия на электроэнергию. Оксана Балуна, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. В преддверии отпускного периода в паспортно-визовой службе вновь выстраиваются очереди на оформление загранпаспортов. Уже сейчас ежедневно каждый сотрудник отдела принимает до 70 анкет. Между тем, напоминает начальник ноябрьского отдела УФМС, люди в очереди вообще могут не стоять. Именно для того, чтобы избавить население от такой необходимости, работает единый портал госуслуг. И анкету на оформление загранпаспортов можно заполнить на сайте. У нас опять начинаются большие очереди. Я очень бы хотела попросить наших граждан города все-таки пользоваться услугой госпортала. Это удобно, это без очередей, и сокращает время и ваши, и наши. В этом году отдел Министерства внутренних дел по ноябрьску отметит 30-летний юбилей со дня образования. Сам праздник намечен на май, но подготовку к нему полицейские начали уже сейчас. Мы хотим осветить наиболее важные моменты, которые происходят сегодня в отделе, которые ранее были, имели место. Мы хотим, чтобы люди нашего города знали, что есть сотрудники, которые с честью и достоинством несут свою службу, которые, не щадя времени, личного, сил, отдаются полностью целиком своей работе. Мы начинаем ряд публикаций, привороченных к 30-летию со дня образования отдела Министерства внутренних дел по городу ноябрьского. За то, что делают нашу жизнь ярче и красочнее, а праздники незабываемыми. И в связи с 30-летним юбилеем коллектив Управления культуры администрации города благодарственным письмом отмечен Министром культуры Российской Федерации. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете действительно для нашего города, за те прекрасные мероприятия, за ту искру, которую вы зажигаете, потому что помимо будничных дней у нас должны быть еще и праздники. Спасибо вам огромное за вашу жизнь. Я поздравляю вас. Там же на аппаратном совещании Светлана Василенко рассказала о том, как в центральной библиотечной системе осуществляется доступ к изданиям в электронном виде. Первый путь заключался в получении почитателями для ознакомления в залах библиотеки CD и DVD дисков, а также в предоставлении им доступа на компьютерах библиотеки к локальным и удаленным подписным базам данных, оцифрованному собственному фонду и материалам партнеров. Второй путь состоял в удаленном доступе пользователей к удаленным подписным базам данных, оцифрованному собственному фонду и материалам партнеров, доступных через сайт. Тенденция последнего времени такова, что доля библиотечного фонда в цифровом формате неуклонно растет. Формирование электронной базы изданий, представленных в ЦБС, ведется ежедневно. Для удобства посетителей в библиотеках оборудованы 24 автоматизированных рабочих места. 18 из них имеют выход в интернет. Все чаще для получения необходимой информации люди стали заходить и на сайт ЦБС. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 6 тысяч человек. Кстати, там же на сайте есть раздел, где представлены оцифрованные произведения ноябрьских авторов. Выпуск завершит блок спортивных новостей. Хоккеисты «Авангарда» победно продолжают свое выездное турне. После того, как сибиряки усмирили казанских барсов, им пришлось сломить сопротивление еще одного клуба из республики Татарстан – Нижнекамского «Нефтехимика». Матч получился достаточно сложным. Хозяева на протяжении первой 20-ти минутки старались ни в чем не уступать гостям. А после перерыва сумели даже повести в счете 1-0. «Авангард» в долгу не остался. Спустя несколько минут Александр Попов восстанавливает равновесие. При этом стоит отметить, что автором результативного пасса стал голкипер сибиряков Карри Рамо. Затем Дмитрий Семин и Игорь Волков выводят свою команду вперед 3-1. В заключительном отрезке игры «Нефтехимик» попытался спасти матч и даже снял вратаря за 2 минуты до сирены. Но организовать последний штурм так и не получилось. Более того, Сергей Калинин поразил кусты и ворота и установил окончательный счет на табло 4-1 в пользу «Авангарда», который уверенно возглавляет Восточную конференцию и прочно закрепился на втором месте в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. Футболисты мини-футбольного клуба «Газпромнефть» провели в рамках чемпионата России по мини-футболу среди любительских коллективов свои очередные матчи. На этот раз ноябрьцы играли в Сургуте против команды местного университета. Студенты являются аутсайдерами зоны «Западная Сибирь» и противопоставить ямальцам на площадке они ничего так и не смогли. В первом поединке «Газпромнефть» победила со счетом 7-4, во втором игра получилась более закрытой и оборонительной. Поэтому только 3-1 в пользу подопечных Марата Обжалимова. Таким образом «Газпромнефть» довела свою выигрышную серию до 7 матчей. На сегодня «Нефтяники» занимают вторую строку в турнирной таблице, а по потерянным очкам являются лидерами зоны «Западная Сибирь». К слову сказать, провел в Сургуте свои игры и второй ноябрьский клуб «Вираж». Его экзаменовал достаточно грозный соперник, дружина «Газмяс». Увы, «Вираж» проиграл обе встречи со счетом 0-10 и 0-9. Алексей Попов, Артур Кабаневский. Новости нашего города. Таковы новости вторника. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего доброго и до завтра. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 30 января в Салехарде небольшой снег. Ветер юго-восточный, температура 32 градуса мороза. В Муравленко переменная облачность. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура минус 31 градус. В Ноябрьске без осадков. Ветер южный до 2 метров в секунду. Температура 30 градусов ниже нуля.